Разбивающая книжка «Теремок» сделана из ковролина и это такая книжка и в то же время развивающее пособие, можно сказать, направленное на разные стороны развития ребенка. Во-первых, это развитие мелкой моторики и тактильной чувствительности, все элементы объемные. Ребенок может просто изучать их пальчиками. Потом здесь есть такие интересные элементы, как вот это, например, солнышко, где можно потянуть за вот эту звездочку и вытягивается такой кружочек с другой стороны. Это как лучики солнышка. В общем, здесь есть что поперебирать ребенка в руках. Это все способствует развитию мелкой моторики. Здесь есть персонажи, основные персонажи сказки про «Теремок». Есть сам «Теремок». Все элементы этой книжки лепятся на липучках, их можно отлепить и спрятать вот в такие вот специальные кармашки. Есть вот такая вот яблоня с яблочками, которые можно пальчиками посчитать. Здесь на веревочке листики, которые можно двигать и трогать. Ребенок будет составлять картинку, лепя элементы мозаики на ковроле. Вы можете при этом развивать речь ребенка, например, изучить предлоги, попросив малыша, посадить грибочек под деревом, справа или слева. Вот, грибочек мы посадили под деревом слева, а ежика, пожалуйста, посадим справа, тоже под деревом. А над деревом пускай будет тучка. Здесь тучка вот с такими вот капельками дождика. Пошел дождик и ежик спрятался под дерево. Можно дать такое задание. Прилепи листочки на дерево. Тут опять же мы изучаем предлоги. Потом наступила осень и листочки с дерева упали вниз на землю. Для того, чтобы рассказать знакомую любимую сказку «Теремок», нужно сначала создать вот здесь вот игровой ландшафт. То есть, как бы сцену, на которой будет разыгрываться сказка. Можно попросить ребенка прилепить теремок в середину картинки, сделать дорожку на лужайке, прилепить, например, три дерева. Раз, два, три. Тут мы можем и посчитать. Посадить на полянку цветы. Можно их тоже посчитать. И дальше мы вспоминаем, как же звучала наша сказка. Можем еще над теремком приклеить солнышко. Стоит в поле теремок-теремок. Он не низок, не высок, не высок. Уж как по полю-полю мышка бежит. У дверей остановилась и пищит. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Никто и не ответил. Залезла мышка в теремок и стала там жить. Так вот мы можем рассказать всю сказку о том, как пришла потом лягушка, пришел зайчик, пришел петушок жить в теремке, лисичка, волк. А потом Мишка пришел, ему уже не было места, и он тогда полез на крышу, раздавил теремок, все звери разближались. Мы также можем создавать свои какие-то любые картинки. Пусть ребенок сделает то, что ему нравится. Можем прилепить речку, через нее сделать мостик, елочки прилепить. Потом пустить каких-нибудь героев по мостику. Игрушки, вот эти вот фигурки могут между собой разговаривать, и вы можете уже придумывать свои сценки и разыгрывать их на поле этой книжки. Книжка объемная, но достаточно легкая, так что ее удобно будет взять с собой куда-то в дорогу или в гости, чтобы ребенок там мог поиграть. Такая книжка будет интересна малышу буквально начиная от года и до трех, до четырех лет, а может быть и дальше. И конечно же это прекрасное пособие для проведения развивающих занятий в фигуальных и в группе.